Разведка получила документы, раскрывающие внутреннюю структуру ИГИЛ. В ходе операции в Сирии спецслужбы перехватили ноутбуки, мобильные телефоны и другие носители информации, принадлежащие боевикам. Всего около 7 терабайт данных, но делиться этой информацией американцы пока не торопятся. К становлению организации был причастен напрямую Запад. Сегодня стало известно, что для борьбы с президентом Ассадом британская разведка занималась поставками оружия, разрозненным группировкам радикалов Сирии. Сенсационное заявление было сделано во время судебного процесса над шведом, воевавшим на стороне исламистов. Если вкратце, в дополнение к тренировочным лагерям в Иордании, МИ-6 обеспечивала логистику сирийским боевикам и поставляла им оружие из Ливии. Никаких комментариев, легендарный МИ-6 остается только краснеть. ИГИЛ до сих пор остается крупнейшей террористической группировкой, радикалы захватывают новые города, а число обращенных только растет. Вместе с пропавшей студенткой МГУ Варварой Карауловой на границе Турции и Сирии были задержаны еще 13 человек, все россияне. Сейчас их ждет депортация, судьбу на родине решит суд. В это время к девушке все же приходит непонимание, в какую историю она попала. Варвара подозревает, что вербовщики давали ей психотропные препараты. О том, кто и как расставляет ловушки радикального ислама в России Андрей Чистяков. Интернет пестрит видеороликами с призывами помощи боевикам ИГИЛ. Вот, наверное, самый безобидный материал. Проповедник, эмоционально говорящего на арабском, сопровождает текст на русском языке. Как правило, быстрее всего религиозным романтизмом заболевают те, кто только начинает познавать ислам. Авторы интернет-наставлений для будущих рекрутов, боевиков ИГИЛ призывают избегать общения со священнослужителями. Мол, домашнее самообразование надежнее. Этому жителю Карачаевска хватило нескольких месяцев заочных проповедей для принятия решения о поездке в Сирию. Я видел, что люди едут, и призывы такие были грамотно сделаны. То есть, как бы, человеку, который имеет малую информацию, он не будет как-то сомнения в том, что надо ехать, и что это его обязанность принимать. Разочарование, увиденным в ИГИЛ для земляка Марата Хаджимурата, наступило значительно быстрее, чем призывы стать добровольцем. Но обратный путь стал возможным в обмен на услугу, быть полезным международным террористам. Ну, намерения были здесь, ведение боев, намерения были такие. Вот, в этих целях наша помощь нужна была, подготовить тыл. По различным оценкам, сейчас в рядах так называемого «Исламского государства» находятся сотни рекрутов Северного Кавказа. Точную цифру назвать трудно. Многие добровольцы якобы уезжают в Турцию для религиозного обучения. И большинство из них – молодежь. Не знаю, какие слова им говорят. Если бы знал бы, я бы уже в противовес им тоже говорил бы. Просто я не знаю, где они находят, что они находят. Но то, что есть специальная программа над ними, то это да. По словам одного из духовных лидеров Северного Кавказа, среди верующих иногда мелькают брошюры, призывающие к абсолютной чистоте в исламе. По сути, прихожан из-за океана подталкивают к обязательному исполнению столпа ислама – священную войну за веру, гибель в которой вечное счастье. Родители, чьи дети оказались в руках международных террористов, пытаются докричаться до умов тех, кто еще мечтает об изменении мироустройства с оружием в руках. Региональные журналисты проводят тематические круглые столы, на которых обсуждают эту проблему. В мечетях на пятничных проповедях духовные лидеры призывают к общечеловеческим ценностям. Каждого, кто выезжает за пределы России для того, чтобы присоединиться к боевикам ИГИЛ, наш уголовный кодекс рассматривает как участника незаконного вооруженного формирования. Даже если затем этот человек вернется с той войны живым и невредимым и сумеет доказать свое неучастие в боевых действиях, он автоматически становится правонарушителем, для которого определено серьезное наказание. Андрей Чистяков, Евгений Радаев, Вести из Карачаева, Черкесия. Возвращением к мирной жизни людей, запутавшихся в паутине, сплетенной радикальными вербовщиками в Дагестане, занимается Севиль Наврузово, руководитель Центра по примирению и согласию Южного территориального округа Дагестана. Севиль у нас на прямой связи сейчас, я насколько понимаю, из Махачкалы. Скажите, пожалуйста, как вы помогаете людям, и удалось ли вам уже кого-то вырвать из рук ИГИЛ? Столько мы помогаем, сколько родители должны помочь. Вот как на примере Павла Караулова, который сделал все возможное для того, чтобы вернуть свою дочку в мирную жизнь. Это в первую очередь должны быть заинтересованы родители. Почему? Потому что мы не можем за каждым уследить, каждого предостеречь. Но все возможное мы делаем, общаемся с молодыми людьми, привлекаем духовенство, привлекаем психологов к этой работе. Поэтому стараемся помочь в этом смысле. И есть на сегодняшний день результат. И уже несколько человек, несколько человек – это уже большая победа. поскольку не было у нас понимания того, что происходит в Сирии. И вот то, что сегодня уже молодежь возвращается, возвращается даже из того логова, в котором они оказались, это для нас большой результат и большой успех. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что родители должны помогать. Вот для родителей что должно стать знаком? Каковы, как сейчас модно говорить, реперные точки? Что вот ребенок должен делать, на что стоит обратить внимание? Когда стоит бить тревогу? Можно даже сказать, что ребенок не должен делать. Почему? Потому что в любом случае должен быть контакт с родителями обязательно. Почему? Потому что родители начинают отталкивать своих детей, видя в них какие-то преобразования, так сказать. То есть если человек начинает молиться, молодой человек или девушка, это вызывает у нас сегодня уже почему-то какую-то агрессию со стороны родителей. И в итоге не получается контакт между родителями и детьми. Вот это является очагом, это является основой всего того, что происходит далее. И в любом случае первоочередной задачей сегодня является непосредственное участие родителей в судьбе своих детей. Они должны больше внимания уделять своим детям. А все остальное, это уже истекает из этих обстоятельств, все остальное уже происходит вследствие того, что дома нет понимания между взрослыми и детьми. И все же, как вам удается, какие моменты помогают удержать вот этих людей, которые попали в руки вербовщиков, удержать их в традиционном обществе? Или вернуть даже назад? Что здесь, увещевание, кнут или пряник? Нет, нет, просто им нужно общение, опять-таки, психологическая помощь, помощь духовенства обязательно. Если даже мы что-то не можем на языке религии объяснить, объяснить то, что нет никакого джихада. Ну, то, что есть на самом деле, сегодня нет никакого джихада. В Сирии мусульмане убивают мусульман. И кто-то это называет джихадом. Вот эти все истины, эти все необходимые моменты, они должны учитываться при общении с этими молодыми людьми. И обязательно до них надо это все доводить. А так у них нет никакого абсолютно понимания того, что там происходит. Они едут никуда, они не говорят о том, что их там ждет, они даже не думают об этом. А по приезду туда они сталкиваются с проблемами, с тем, что у них забирают диаграмм паспорта, мобильные телефоны, там средств связи абсолютно никаких нет. С родителями там они могут выйти по WhatsApp в три месяца один раз. И то это, если такой случай им, если попадется этот телефон им в руки. А так никакой связи нет. Я не думаю, что та молодежь, которая сегодня находится там, по ту сторону баррикад, она вся довольна той жизнью, в которую они попали. Нет, наоборот. Многие из них звонят, допустим, или связываются с родственниками, с близкими и говорят, что мы хотим вернуться. А как? Мы не знаем как. Как я уже сегодня неоднократно говорила в интервью, всего два способа сегодня вернуться, допустим, из Сирии. Это либо человек должен быть ранен, либо он должен быть тяжело болен. Третий вариант, он на сегодня, нет третьего варианта, который может позволить молодому человеку вернуться сюда. Но я не повторюсь, если я скажу, что все хотят вернуться в Россию. Если даже не соотношение 100%, но 90% молодых людей, они жалеют о том, что они уехали. И они это не скрывают. Почему? Потому что они в прямое рабство попадают там. По-другому это не объяснишь. Вот парень, который вернулся, он говорит, я месяц там провел, говорит, и я не то, что сожалею, мне стыдно перед вами, перед родителями, я имею в виду, за то, что мне 31 год, и я не послушался вас, послушался тех, кто меня вербовал. Спасибо вам большое. Спасибо. Из Дагестана на связи была Севиль Наврузова, руководитель центра по примирению и согласию Южного территориального округа Дагестана. Сейчас возвращаемся к ситуации на МКС, где этим вечером нештатно запустились двигатели Союза во время тестирования системы стыковки. Это привело к незначительному изменению положения станции. Сейчас угроза миновала. Станция стабильна, а Союз штатно вернется на Землю, как это и было запланировано 11 июня. То, что ситуация на МКС не представляет опасности, заявили и в НАСА. Сейчас эксперты Роскосмоса выясняют причины спонтанного запуска двигателей. Это все вести в 23 на сегодня. Завтра не пропустите программу специальный корреспондент. Дорожная карта Украины. Когда до Киева дойдет пакет из Донбасса? Примет ли Рада проект Конституции для всех? Зачем украинская армия зажгла Маринку? Репортаж нашего военкора Евгения Поддубного. Партнеру ворот? Зачем Британия, американские ядерные ракеты? И взрывоопасный фактор стабильности. И еще паутина вербовщиков ИГИЛ. Что ищут неофиты на Ближнем Востоке? Кто промывает мозги? Как бывшие студенты становятся палачами? Откровение тех, кто стал частью подпольной сети. Эксклюзивное интервью в фильме Андрея Медведева. А сегодня я с вами прощаюсь. В студии работал Евгений Попов. До встречи.